Итак, друзья, этот прием называется, точнее не прием, фокус, называется одна тасовка Эдди. И сейчас я вам покажу, как его делать, как он выглядит. Для этого трюка я возьму из колоды четырех тузов. И по одному вставлю их. В середину колоды, так вот, до серединки примерно каждого вгоню. Тасуем хорошенько. Ну и для пущего эффекта давайте вот так вот я разделю колоду. Одну часть положу лицом вверх, другую часть положу лицом вниз и как следует их перетасую. Один раз подснимем. И один раз шелкнем пальцами. Разложим карты на стол. И единственные карты, которые у меня остаются лежать лицом вверх, это четыре туза. Вот этот вот приемчик, вот этот вот трюк и называется одна тасовка Эдди. Ну что ж, друзья, если вам понравился фокус, то прямо сейчас поднимайтесь ко мне на судно. Для этого кликните по иконке с изображением кораблика и добро пожаловать на борт. Ну, а мы тем временем переходим, как обычно, к изучению этого фокуса. Ну что ж, друзья, давайте с вами посмотрим, как выполняется трюк, который называется одна тасовка Эдди. Для начала вам надо достать из колоды четырех тузов. И вот так вот выгоняем их в середину колоды. Примерно посередине, ну, чуть-чуть побольше середины, да, каждую карту вот так втыкаем. Воткнули. Далее, что нам надо сделать? Нам надо сконтролить эти карты вниз. Для этого мы используем прием Дайя Вернона, когда мы захватываем колоду вот таким вот образом для тасования по-индийски. Четыре карты у нас торчат. Далее я отпускаю вверх, и вверх автоматически наезжает вот на эти карты. То есть вот так вот поворачиваю, раз, и вверх у меня съехал на эти карты. Теперь я захватываю эти нижние карты, вот эти тузы торчащие, захватываю, и начинаю вот так вот тасовать. В результате этого у меня тузы находятся внизу. Теперь мне надо перевести их наверх. Для этого я использую обычную классическую тасовку, когда остается у меня здесь немножечко карт, я перехожу на пробежку и тасую по одной карте. Тем самым тузы у меня все выводятся наверх. Итак, сделали, да? В принципе, ничего сложного нет. Далее нам надо... Можете сделать какие-нибудь там фальшивые пасты снятия, там тасовочки, там флориш какой-нибудь такой, фальшивый, да, с сохранением карт на нужном месте. Далее переходим как раз к той самой одной тасовке Энди. Как она выглядит? Мы берем и вот так вот примерно... Так, сейчас я ракурс сменю. Так, друзья, продолжаем. Немножко поменял ракурс. Итак, что происходит далее? Значит, на данный момент мы имеем наверху 4 тузов. Что я делаю? Я беру, подгибаю вверх две верхние карты двух тузов. Они у меня вот наверху, да, я их подогнул. И из-под них выдергиваю в середину половину колода. То есть получается, что у меня два туза здесь и два туза здесь. Далее, вот эту половиночку, именно вот эту. Ну, можете эту, конечно, но я лично вот эту. Переворачиваем и раскладываем вот так вот лентой. Показываем, что все карты у нас лежат вверх лицом. Также переворачиваем эти, показываем, что здесь у нас все карты лежат вниз лицом. Теперь выполняем ту самую тасовку Эдди. Для этого мы используем тасование Рафл Шафл на столе. Значит, я начинаю пролистывать вот с этой части. Пролистываю немножечко и скидываю одного туза. Далее пролистываю еще немножечко, скидываю второго туза. Далее я пролистываю все, пока у меня не остается две карты здесь. Два туза вот у меня здесь остаются. Пролистываю чуть-чуть, скидываю туза сюда. Пролистываю еще чуть-чуть, скидываю туза сюда. И вот так вот вгоняю друг в друга эти половинки. Что мы имеем на данный момент? На данный момент мы имеем вот это. Значит, здесь половина колоды и здесь половина колоды. Отсюда торчит два туза и отсюда торчит два туза. Наша задача сейчас кувыркнуть колоду вот здесь вот на этой серединке, вот на этом вот зазоре вот здесь. Что мы для этого делаем? Значит, вогнали их и просто берем вот на этой вот половиночке, вот так вот поворачиваем, а вот эту сторону поднимаем сюда на себя. И вот так вот ее раз запихиваем. Далее можем сделать подснятие. Щелчок пальцами. И здесь в колоде остаются вверх лицом лежать только тузы. Ну, вот такой вот, собственно, несложный трюк. Я его быстро, в принципе, выучил. Но давайте еще разочек повторим именно вот сам элемент одной тасовки Эдди. Значит, четыре туза мы имеем наверху. То есть, что я делаю? Двух вверх задираю. Выдергиваю из-под них половину колоды. Показываю так вот, что у меня все тут честно, да? Что я действительно их переворачиваю. Далее начинаю тасовать. Скидываю одного туза. Тасовать, скидываю второго туза. Тасую, пока не осталось два туза у меня здесь. Пролистываю здесь чуть-чуть. Сбросил туза. Еще чуть-чуть пролистываю. Сбросил туза. И завершил тасовку. Когда все это делаете быстро, создается впечатление, что вы просто действительно перетасовали. Далее поворачиваем вот на этом зазоре. Вот на этом вот. Поднимаем. И одновременно с этим, вот этим вот средним пальцем, я вот эту вот часть подцепляю здесь вот. И начинаю поворачивать сюда ее к себе наверх. То есть, эту кувыркнули, эту сюда подняли. Вогнали карты друг в друга. Подсняли. Щелкнули пальчиками. И вот они, наши тузы, перевернулись. Вот такой вот прикольный прием, друзья мои. Надеюсь, что вам понравился. С вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Подписывайтесь прямо сейчас на канал. Для этого прямо сейчас кликайте по иконочице с брожением судна. И добро пожаловать на борт. Ну что ж, до встречи в следующих видео. Пока.